Доброе утро, наши самые ранние телезрители! Предлагаю встретить это утро с хороших новостей на Первом Матищинском и со мной, Алиной Савыш. Здравствуйте! Доброе утро! Вся кому учите, например, русский язык, математика. Своего любимого преподавателя, наверное, по урокам математики и алгебры хочу поздравить. Спасибо, Олеся Юрьевна, за то, что хорошо меня отучили математике. Она мне в жизни ни капли не пригодилась. В итоге я работаю на стройке. Вспоминаю я свою учительницу Наталью Владимировну Хрулеву из 10-й школы. Отличный преподаватель. Надеюсь, у нее все хорошо. Поздравляю ее с праздником. Я помню, мы с ней обсуждали творчество писателя Андрея Платонова. Она мне показала, что можно очень по-разному смотреть на литературу. Мы хотим поздравить от всей души нашего учителя Марковскую Светлану Владимировну, преподавателя 3-го Д-класса школы номер 6. Уважаемая Светлана Владимировна, спасибо вам, что вы у нас есть. Моя внучечка учится в 17-й школе. Учительница очень у нее хорошая. Очень. Мы ей довольны, не знаем, а как. Спасибо ей за все, за то, что она так учит. И все ее дети любят. Она ни в чем не отказывает, всем помогает. Так что спасибо вам за таких учителей. Только надо молиться на них. Все сегодня будут дарить своим наставникам цветы, подарки, ну и, конечно же, поздравления. Кстати, сделать это можно весьма оригинально. А мы вам в этом поможем. Для этого достаточно написать нам в социальные сети, кого вы хотите сегодня поздравить, и прикрепить фото вашего педагога. После чего мы обязательно разместим у себя в аккаунте именную открытку. Вот такие они, современные поздравления. Однако выпускники Матищинского колледжа придерживаются более классических способов. Они пишут своему учителю письма. А кому именно они адресованы, расскажет наш корреспондент. На уроке к своим ученикам Лидия Евгеньевна идет без тени волнения. Знает, что для студентов колледжа, будущих технарей, она авторитет. Будь то еще первокурсники. Лидия Сенина старается быть открытой для каждого. На уроках, говорит она, нужно не столько учить и воспитывать, сколько разговаривать со студентами. Вот если вы хотя бы немножечко вот это запомните, вам будет легче войти в вашу профессию, которую вы будете осваивать. В колледже она работает уже 45 лет. Призвание учителя открыла в себе не сразу. Начинала с секретаря, потом, после учебы в Калининградском техникуме, стала мастером производственного обучения. Вместе с тогдашним директором колледжа была первой, кто внедрял программу по делопроизводству в области. И вот уже более 20 лет Лидия Евгеньевна занимается воспитательной работой. Еще одна ступенька к взаимопониманию со студентами. Вот каждого из них берешь ребенка, это, вы знаете, вот целая планета. Вот целая планета. И вот эту планету надо не разрушить. Их надо любить. Их надо понимать. Их надо уважать. Она старается участвовать в судьбе каждого, кто приходит на ее уроки по секретарскому делу, деловой культуре или психологии общения. Последнее то, чему необходимо не только учить, но и учиться самому, чтобы находить ключик к каждому. Многие ее воспитанники, признается Лидия Евгеньевна, социально не защищены. Именно им педагог старается уделять много внимания, оказывает психологическую поддержку. Студенты и выпускники отвечают ей благодарностью. Не скупятся даже на письма. Всем учителям, мастерам, директору, передавайте привет от меня. Лидия Евгеньевна, желаю вам всего самого хорошего. Главное, крепкого здоровья. Ваш учащийся, до свидания. Секрет его педагогического мастерства прост. Понимать интеллектуальные потребности учащихся, направлять и подсказывать на личных примерах истины жизни и будущей профессии. Идет урок. Он сидит, играет в телефон, чешет ухо. Почему? Ему не интересно на уроке. Если ему на уроке интересно, он не будет играть в телефон. Он не будет с другом разговаривать. Он будет тебя слышать, вот открыв глаза и открыв рот. Вот я пытаюсь, чтобы мои уроки вот так проходили. Приводит какой-то смысл, какие-то примеры жизненные. Она находит с нами какой-то общий язык, и поэтому с ней как бы интересно, и мы ее все прислушиваемся. Ее очень сильно любят наши дети. Но она пример, пример педагога, который должен быть вообще во все времена, во всех учебных заведениях. Черпать от своих студентов лучшее. Еще один секрет успешного педагога. Молодежь сегодня очень мобильна, что в современном мире становится одной из важных ценностей. Вроде бы они у нас инфантильные, да? Но дай какой-то клич, и они пойдут. У нас вот волонтеры, ребята. Вот было наводнение в Тулуне. И наш мальчишка ведь поехал туда. Сам собрался и уехал. А я думаю, а я смогла бы так сделать, или я не смогла бы это сделать? В одном Лидия Селина уверена на 100%. Стены колледжа и ее выпускники покидают наполненными знаниями, с которыми непременно добьются успехов в профессии. Для того, чтобы поощрить труд педагога, сегодня есть множество способов. Это и грамоты, и медали, и нагрудные знаки. Но, несмотря на это, истинные награды для учителей были, есть и будут успехи его учеников. И первое, где они могут проявиться, это в экзаменах. Точнее, в их результатах. Педагог лицея номер 15 точно может гордиться своими учениками. Сдать ЕГЭ на 100 баллов сложно, но вполне реально. Особенно, если ваш учитель Светлана Владимировна Тукмакова. 20 лет плодотворной работы в лицея номер 15. В каждом выпуске педагога есть ребята, которые выбирают в университетах направление филологии. Это называется «заразить своим предметом». Гуманитарные дисциплины непростые, и тем не менее, уже не первый год среди учеников Светланы Тукмаковой есть те, кто сдают русский и литературу на максимальный результат. При этом учитель признается, что не ставит перед собой задачу воспитать субальника. Я такой целью не задаюсь. Думаю, что главное – любить свой предмет. И ученики отвечают этому чувству взаимностью. Предмет очень интересный. Конечно, как и в любом, наверное, школьном предмете есть свои трудности. Но в целом… Все решаемо. Каждый урок педагог придумывает для ребят что-то новое. «Заговори, чтобы я тебя увидел» – такое высказывание Сократа сегодня обсуждали на уроке русского языка десятиклассники. Мне кажется, с моей точки зрения Сократа менял в виду, что чтобы не только понять, но и в принципе увидеть духовный мир человека, необходимо услышать его речь. И в первую очередь над речью своих учеников работает Светлана Владимировна. В век гаджетов дети все больше отдаляются от живого русского языка. И единственный выход из этой ситуации – заставлять себя говорить, подчеркивает педагог. И читать тоже. Вне зависимости от того, собирается ли ученик связывать свою дальнейшую жизнь с гуманитарной сферой. Это касается всех детей. Читать литературу нужно обязательно. Литература – это источник, наверное, вдохновения. Трое учеников Светланы Владимировны – профильных математиков, к слову, взяли 100 баллов по русскому и литературе. И еще семеро выпускников получили 98 баллов по этим дисциплинам. Конечно, это специалист очень высокой квалификации, как учитель-предметник. Это отличный классный руководитель, хороший психолог, педагог и очень хороший, отзывчивый коллега. По поручению губернатора Московской области преподаватели, подготовившие двух и более стубальников, получают премию в размере 150 тысяч рублей. Светлана Макушкина Проанализировать жизнь с помощью знакомой с детства сказки кажется невозможным, но именно этим мы сегодня будем заниматься на занятии по сказкотерапии. Библиотеки имени Дмитрия Кедрина и взрослые дети познают жизнь с помощью анализа детских сказок. Все это в рамках занятий Светланы Макушкиной «Умные игры в добрых сказках». Почему сказки? Мало кто задумывался об их терапевтическом эффекте, а они лечат, развивают и помогают в нашей повседневной жизни. Особенно эффективно такое погружение в волшебный мир проходит под руководством грамотного специалиста. Раньше я всегда боялась разговаривать с людьми, не могла даже в глаза посмотреть, являлась скрытой личностью, можно сказать. И благодаря Светлане Славне я научилась разговаривать с людьми, встала на ноги и благодаря ей у меня появились друзья. У педагога Светланы Макушкиной своя уникальная методика. Параллельно анализу сказочного сюжета участники выполняют развивающие упражнения. У Татьяны Константиновны получается справиться с решением быстрее всех. Неудивительно, ведь для неё это уже третье занятие. Меня разобрало любопытство, что это значит, вот сказку, когда вот так вот раскладывают. Потому что взгляд на эту сказку совершенно другой, не детский. И действительно, на занятии даже знакомое с детства каждому дюймовочка обретает совершенно иной смысл. В ходе обсуждения педагог поднимает тему отношений между людьми, любви и самопожертвования. Сказка терапии – это эко, био и нанотехнологии. Эко – она экологичная, без примесей. Био – потому что она природосообразна. Она столько лет существует сказка, сколько существует человечество. Ну, а нано – потому что сказка проникает в нас через мельчайшие частицы. Благодарные ученики с утра спешат поздравить своих школьных учителей, университетских педагогов, воспитателей детских садов. Поздравления сегодня принимают и наставники-тренеры. Именно они радуются нашим первым спортивным победам и помогают справиться с трудностями. Об одном из них – наш следующий сюжет. Начинать тренировку с бега – золотое правило боксера. А еще лучше комбинировать его с прыжками и наклонами. Это как главный элемент тренировочной дисциплины спортсмена. Лишь хорошо разогревшись, можно надевать боксерские перчатки. Для каждой возрастной группы у Евгения Зубцова своя методика тренировок. Маленькие проходят общефизическую подготовку с элементами бокса. Средний возраст осваивает технику ударов. Старшие уже проводят рьяные бои. Они же выступают в крупных соревнованиях – первенствах Европы, ЦФО и области. Малышам есть к чему стремиться, говорит тренер. Приходят маленькие дети, они есть очень активные, есть наоборот такие застенчивые, достаточно пугливые. Все-таки бокс, он имеет большую, наверное, терапевтическую ценность для детского воспитания. Потому что я вот сколько обращаю внимание на детишек маленьких, они, конечно, ну, скажем так, хорошо взрослеют, если попадают в раннем возрасте. Многих родителей отдают для того, чтобы ребенок просто имел достаточной физической активности. И в процессе, ну, в тренировочном процессе кто-то достигает такого уровня, что желает впоследствии выступать на соревнованиях и уже реализовывать себя на поприще спорта. На поприще большого спорта сам Евгений готовил себя примерно с такого же возраста. Кумиры детства – американские боксеры Майк Тайсон и Джек Джонсон. Боксом болел до студенчества, потом его на время заменил армрестлинг. Ну а после института Евгений расставил приоритеты. Вернулся в бокс как тренер, выучившись на психолога. Последнее, как нельзя лучше, помогает в работе раскрывать амбиции воспитанников. Немало из них готовится заявить о себе миру большого спорта. А примеры для подражания находят не с экранов, а в своем окружении. У меня братья все сильные, спортом занимаются. Один занимался самбо, другой боксом, кикбоксингом. Я решила на них равняться. Удары поставлены, стойка есть, научился челноком и прочим. Я хочу хотя бы один разряд получить. Тренер говорит, что будет ставить меня на соревнования. Ну и то, что я вообще молодец. Как тебя зовут? Сколько лет? Меня зовут Мухаммед Али, 12 лет. Юлдашев Мухаммед Али. Мой папа занимался боксом, мне понравилось. Ну там, как в телевизоре показывали, как там они на соревнования входят. Мне понравилось. И я папе сказала, чтобы меня на бокс записали. У меня 15 побед, одно поражение. Дело было так. Мы с папой устраивали по вечерам такие мини-драки. Ему понравилось, как я там бью, все делаю. И он отправил меня на бокс, чтобы умел обороняться, защищаться. И мне понравилось. Вот начал заниматься. Главное, теперь друг друга у нас с папой не перебить. Хочу на соревнования попасть, посмотреть, как там, что там, попробовать. Сначала я занимался дзюду, потом родители меня отправили на бокс, и мне начало нравиться. Я участвовал в одном соревновании. Слишком длинная дорога. Мы начинаем маленькими ступеньками. Сначала первые со спортшколы, потом зона, север. Это очень длинный путь. Путь к чемпиону. У кого-то амбиции такие есть, но мне, честно говоря, дети об этом не говорят. И многие, допустим, города, наши зоны север, у них не развиваются все виды спорта, а приоритеты отдаются таким вот олимпийским основным видам, как бокс. Очень серьезное развитие, и фактически у детей нет альтернативы. То есть занимаются преимущественно боксом. То есть нет такого ассортимента видов, да, такого ассортимента видов спорта, как у нас. У нас больше выбор. Поэтому, соответственно, и в нашем отделении таких вот выдающихся результатов стабильно не происходит из-за очень высокой конкуренции. На почве конкуренции и растут настоящие профессионалы. Тренер верит в своих нацеленных на результаты воспитанников, а ребята верят в тренера. Дорогие учителя, благодаря вам строятся города, свершаются открытия, взимают в небо самолеты и входят в жизнь новой технологии. Именно вы помогаете делать первые шаги к знаниям. За что вам огромное спасибо. Увидимся завтра в это же время. Хорошего дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!